так пошла вторая серия это уже просто я уже сказал я уже оправдался так перед но его масштаб уникален самого курдива авторитет уникален дай бог каждому не зря же как только я упомянул что ко мне приехал курдивов вот я не уговаривал сразу примчалось телевидение брать у него интервью а теперь послушайте вы делали диву и почему она закончилась лига есть а толку нет это я просто говорю то что наболела заручиться поддержкой такого человека это глыба это гигант в современном российском садоводстве а начинали бы так вот ну например я считаю что самое элементарное что делать если вы если я такой как бы натуропат с неба падает допустим снег с неба падает дождь дождь то есть поливать нужно с неба а еще много придумали этих самых то и агречный способ и этот самый как его на счету можно назвать и как или полюча поливать с неба для этого и есть насос для этого если распрыскивать или раз допустим тут он спор не возникал удобрять вот для вебинаре я покажу если где-то кто на следующем свои фотографии приготовил вот это тоже элементарно разбрасываем сверху почему губус природе миллионы лет нарастал сверху все что попадало сверху удобряло тысячи лет 12 сантиметра это научные данные постепенно почему нам нельзя тоже перегной разбросить сверху вот зачем его закапывать вот а у него имеет право совмещение ведь имеет он говорит ну и считать и сослался на авторитете чего садовода и сказал а вот берем локальные локальные подкормки то есть выкопаем я был блогом будут там какой-то 10 килограмм чего-то туда задаем допустим тут же перегной вот закопали я бы дерево своими корнями дотянется что ему надо стоит есть принципиальные различия вроде бы есть я бы копать не надо как я считаю там это разбросал забыл но его точку зрения вот так считает и кстати в этом тоже что то есть я же как где потом не то что стал на его сторону показывал фотографии между двумя деревьев и яму метр на метр на метр кидаю туда все отходы получилось я говорю вот так и фотографии приводил об этом соответствующее а на практике то у меня самые большие деревья там где эти ямы ну и что на это с корнем его можно бить друг другу ведь получилось я прав вот и с неба с небом все сыплется и эти трава перегреваете все это наращивается губу сверху а у него получается я же я же эту чертову я выкопал получается что он теперь может смеяться надо мной показывать пальцами то что константинович а как это таразбольма помогли тебя в вашей ляхе ну так образно вот видите можно же вот вот так вот спорить рассуждать и что получилось в конце концов однажды так вы книгу издали он меня опоздал 10 тысяч ежемпляров он толстая хорошая называется умный сад как пересчитать климат вот там мои советы его совету перебежку где-то не состыковались то получилось 2 беде береги никто не от этого дюйма понимаете вот замечательно замечательно далее что из этого следует вот и есть север есть юг а я продолжаю утверждать на севере нельзя делать резку на кольцо вот а у корнева она есть и мы тогда столкнулись с тем что что-то надо делать и решили дерево садоводство на южном на северном вот и все все грамотный прочтет он может сказать я живу на северном у него микроклимат вот я хочу пораньше у получить плоды просто узнать и может быть это дичок так я сделаю по корневому там по это самое обрезку да уж куда ускорение подношения пожалуйста никто тебя это никто тебя дебилами назовет из-за этого вот послушал железо послушал кудима взял пододел обрезок на кольцо ура несколько лет в этих в этих самых как некоторые делают ты уже в этих плодах а потом будь что будет вот потепление идет может и не погибнет ну конечно 40 50 лет дерево из нарезан и обрезка до концу не проживет понятно ну еще есть кто то чтобы далеко вперед ушли сколько его почему цитирую статью 20-летней давности вот цитирую не помню я автора смысл я запомнил а у нас москва подмосковье там среди россия значит каждый 12-12 лет сорок градусов мороза и большинство садов выберзает так и написал что там делать не садить нет его совет был такой садить не бойтесь вы получите несколько урожаем и пусть замерзает а мы снова посадим я какой селекции речи не шло вот до чего нужен мой вебинар для чего нужны наши книги с кудимово вот видите где противоречия вот это его книга последний десяток книг половина книги это бои эти самые главы с моей книги с моей рукописи вот я бы лучше много-много говорить потому что эта тема бесконечная ничего такого нет вот вот так и все стремится вот так да да я сейчас смотрите чем закончу будет а сама ложка дегтя и так люди которых я перечислил так добрый десяток вот они все выдающиеся в своем деле подчеркиваю среди них есть гений да дальше я бобы придраться каждому один берет снимает дёрнг и сеять седрады второй пропагандируют а шмыгивание я противник третий причипывание я противник четвертый по земле полив потом у него когда пол сада погибло это один из тех кого я это фотографии показывал пол или я погибла я считаю по земле полива украинский один земляк занимается скручиванием ограничить рост персиков долги из этой компании что я назвал но я все равно дружу хотя против скручивания глубокое глубокое закапывание семян при посадке вот один из них я считаю что этот совет он вредит я все равно говорю крокодине обрезка на кольцо вот и сейчас говорил и буду говорить обрезка на кольцо вот ладно там на юге свои проблемы вот есть допустим даже в Сибири есть благоприятные места относительно где дерево может даже обрезка на кольцо с радами прожить и давать урожай я не один номер 10 20 лет но хотелось бы чтобы деревья жили и не 20 лет а 30 40 50 вот на этом я хочу закончить вот имею ли я право так говорить иметь такой у меня тон знаете какой резкий такой решительный я очень хочу чтобы не поведали чтобы люди перестали резать на кольцо вот все таки в крайнем случае это их личное дело вот я надеюсь что этот фильм как его назвать чрезвычайный еще не придумал название все таки пригодится до свидания друзья все таки в принципе вот и все таки в течение Продолжение следует...